Закон действует? Не действует закон. Горья спешит. Вот так через окно, не выходя из машины, хозяин многоквартирного дома Артём Балаянц разговаривает с жильцами. Впрочем, Балаянц для себя решил. Многие из них уже не жильцы, если, конечно, не выкупят у него свои собственные квартиры по рыночной цене. Мы оказались в такой ситуации чисто потому, что в 1993 году к нам пришёл Балаянц. И оказалось, что мы в руках у мошенника, крупного мошенника, который пошагово, каждый год, защищая свои права, нас обманывал. В Павловской свободе Истринского района Подмосковья второй дом по лесной улице знает каждый. Правда, слава у дома дурная. Каждый день во дворе стихийная сходка жильцов. Хотим, чтобы было узаконено наши права на жильё в данных квартирах. Двое у нас получили право приватизации бесплатной, а один человек высудил выкуп. Остальные проигрывают суды и просто не слышит нас ни одна власть, ни суды. Когда-то здесь было колхозное общежитие. Жильё давали рабочим. После развала Союза люди приватизировали недвижимость. И общежитие превратилось в многоквартирный дом. А права собственности перешли обществу с ограниченной ответственностью. Акционерами стали все жильцы дома. В 1993 году возглавил акционерное общество Артём Балаянц. Каким-то чудом ему удалось зарегистрировать жилой дом как нежилое помещение. А затем выкупить права собственности. Никто из жильцов естественно ничего не знал. Какой статус сейчас у дома, жилой или нежилой, тоже никто не знает. Зато глава акционерного общества Артём Балаянц уверен, теперь все жильцы обязаны выкупать у него квартиры по рыночной стоимости. И не важно, что люди уже заплатили за свои квартиры и теперь это их собственность. Вот мы у него четыре квартиры, к сожалению, две квартиры не могут присутствовать по состоянию здоровья. Мы купили, я, например, в 2002 году, Светлана, мы купили квартиры эти. Но, к сожалению, документально это не было нигде заверено. Все время кормил нас обещаниями, что до сих пор не оформил. И сейчас мы в принудительном порядке должны у него выкупать эти квартиры заново. Еще раз, то бишь вторично. За 30 тысяч квадратный метр. В подъезде разве что змеи не водятся. Ремонт здесь был еще в советское время. На балансе у администрации дом не числится. Ведь по документам это частная собственность Артема Балаянца. С ремонтом хозяин не спешит. До тех пор, пока все не выкупят у него квартиры. На что комментирую, господи. Тут постоянно искры идут. Уже сами жильцы, сами вот меня и мудрят, что вообще не сгорели. Все замкнуто, все перезамкнуто, черт знает что. Посмотрите, тут это ужас. Затору и без того веселую жизнь дома добавляет общежитие трудовых мигрантов в подвале. На окнах железные решетки. Видны двухъярусные кровати. В каком количестве и в каких условиях проживают постояльцы, неизвестно. Но отдыхать они любят под окнами дома, возле детского садика. Вышли, все га-га-га-га-га, поели. Садик не реагирует, сколько мы ни писали, сколько мы ни говорили. Жильцы рассказывают, миграционная служба с ОМОНом здесь частые гости. Но после очередного расселения, спустя некоторое время, общежитие снова пополняется новыми постояльцами. Видимо, испугавшись очередной проверки, мигранты решили дверь не открывать и на вопросы возмущенных людей не отвечать. Открывайте дверь. Живут в однокомнатной квартире, блин, по 10 двухъярусных, трехъярусных кроватях. И нам нету от них никакого жития и бытия. И в каждой квартире плитка. Да, электрическая. А если это взорвется, сгорит? И мы все платим за них, зарплату нашу все отдаем. Прояснить ситуацию с общежитием берется родной брат Артема Балаянца Атар. Он тоже живет в этом доме и точно так же вынужден выкупать у брата квартиру. Абсурдность происходящего заставляет мыслить нестандартно. Поэтому Атар Балаянц рассказ ведет в стиле Даниила Хармса. В подвал не в жилом доме в подвале жить люди не могут. Не имеют права. И ты тоже не имеешь права идти туда. Почему? Потому что там складские помещения. Какие же там складские? Когда люди живут, еще двойная не имеешь права. Двойной не имеешь права. Про все беды дома номер два по лесной улице знает и в администрации сельского поселения Павловская Слобода. Только вот сделать ничего не могут, ведь Артем Балаянс полноправный собственник дома, и администрация здесь бессильна. Он является собственником данного дома. Да, получил он его там по закону, не по закону, это, ну, мне решать это точно. Это как бы решать тем судебным органам. Конечно, конечно. Мы, да, администрация, конечно, за вас. Да, чтобы вы были на нашей стороне. Нет, мы за вас. Это сто процентов, это тысячу процентов. Просто вы тоже поймите нас, что мы не... Вот, я тоже раньше думал, знаете, что как бы, да, администрация, это вот ты тут сидишь, там, трубку снял, там, ну, там, иди сюда, там, мне сюда принеси. Он не идет сюда. Не он, не как бы любой, там, какой-то там частник. Он говорит, ты какое ко мне имеешь, да, отношение? Мой дом, мой участок. Отчаявшись найти истину в судах и администрации, люди решили обратиться к депутатам фракции КПРФ в Госдуме Владимиру Соловьеву и Юрию Синельщикову, ведь теперь для них это последняя инстанция.